Сегодня 27 октября. Я участие 6 класса среднеобразовательной школы, номер 2, города Таудо, подразделение Николы Кропотки. Михнил Данил Константинович. Решил попробовать себя в роли журналиста и взять интервью у участников дорожного движения. Интересно, что они ответят на наши вопросы. Здравствуйте, Ирина Викторовна. Я бы хотела задать вам несколько вопросов. Можно? Конечно. Видите этот знак? Вижу. Что он означает? Этот знак означает, что где-то здесь поблизости есть учреждение детское, и дети могут переходить дорогу. И как тебя должен везти водитель, если на своем пути встретит этот знак? Ну, во-первых, нужно снизить скорость и быть очень внимательным, чтобы в любой момент быстро-быстро остановиться. А сами вы что же, никогда этого правила не нарушали? Нет, стараюсь не нарушать. Спасибо вам. Безопасной дороге. Спасибо. Я хотела бы у тебя узнать, а как и где ты будешь переходить дорогу? Только по пешеходному переходу. Какие правила безопасности нужно соблюдать в автобусе? Присоргиваться в нем безопасности, соблюдать тишину, чтобы не отвлекать водителя, нельзя мусорить и портить имущество. А вот скажи честно, бывали ли случаи, когда ты переходил дорогу в неположенном месте? Да, случалось, признаюсь, но я это делала только тогда, когда на дороге не было машин. Но вы такого не делаете и переходите дорогу только в указанном месте. Спасибо, что честно ответил. И мы тебе желаем, чтобы ты был внимательным на дороге и не нарушал правила дорожного движения. Как считаете, внимательными дети в нашей школе на дороге? Ну, те, кого я встречала, по крайней мере, стараются выполнять правила дорожного движения. Ходят правильно, имеют светоотражающие элементы. Вот те, кого я встречала. Еще один вопрос. Всегда необходимо пристегивать элементы безопасности в автомобиле. Ну, я думаю, что это обязательно. Всегда нужно пристегиваться, потому что это средство безопасности. Это отражающие элементы на одежде или рюкзаке. Да, вот у меня. Ведь они сейчас, ведь сейчас стало рано темнеть. И утром тоже еще темно, когда вы едете в школу. Как вы считаете, в чем преимущество светоотражателей? Когда машина едет, свет фар попадает на светоотражающие элементы. Шофер видит, что там идет человек. Таким образом, мы не попадем под машину. Спасибо вам, девочки. Будьте аккуратнее. Спасибо. Есть общее правило. Быть взаимно предупрежденным. Пожелаем всем безопасной дороги. Спасибо. 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 Спасибо.